Я приветствую наших зрителей. Сегодня понедельник. Очередной выпуск программы «Доживем до понедельника». Григорий Гельфер, Евгений Гендин и я, Елена Кальянова, сегодня в студии. Приветствуем вас еще раз. Здравствуйте, коллеги. Добрый вечер. Можно руки на стол уже. Можно руки на стол, да, в кадре уже. Мы работаем в прямом эфире. У нас есть прямой телефон в студию 370-3101. В течение эфира он работает. И мы ждем вашей реакции на наши темы. Напишите в фейсбук. Или ваши темы, наши реакции. Или ваши темы, и мы будем реакцировать. Пишите в фейсбук. Единственное, для чего как бы фейсбук остался полезен, это для того, чтобы писать в прямом эфире нам вопросы. Мы прочитаем, назовем вашу фамилию, ответим на все вопросы. Спрашивайте. Мы все знаем. А что это только в фейсбуке? Он не только для этого полезен. Да, такое все. Там уже слишком много мигрантов из Одноклассников и ВКонтакте. Но это тема отдельной передачи. Поехали. Отпустил Цукерберга. Да, просто я даже растерялась. Да, надо как-то быть гуманнее. А пока Кальянова растерялась. Надо быть гуманнее. Вчера вот был такой день значительный. Прощенное воскресенье. Сегодня начался Великий пост. Ну, а Прощенное воскресенье. Все, наверное, звонили друг другу, рассказывали, что прости меня. На секундочку. Тот же, можно еще допустим, Цукерберг, его все-таки за него поднимал. Все-таки что-то... Он в значительной степени упростил, внес вклад в процесс упрощения. Да, все пишут на фейсбук. Да, упрощение, прощение. Все, фейсбук, достаточно. Все, простите меня. И можно дальше. Ну, с другой стороны, это, в общем-то, вещь важная, потому что она каким-то все-таки гуманистическим таким основам обращается. Потому что, ну, вот на прошлой неделе, это как раз когда наша передача закончилась, после этого, ну, скончался Виталий Чуркин. Может быть, это связанная вещь. Это связанный человек, да, персонаж, который, в общем-то, с трибуны ООН много чего неправильного и неправедного рассказывал. И вот после его кончины в фейсбуке, опять же, которым не любит Генгин, разгорелась такая дискуссия. Можно ли этому радоваться? Нельзя ли этому радоваться? То есть, все по ветхозаветному, то есть, око за око, зуб за зуб, или, значит, надо все-таки быть, как бы, возлюбить ближнего? Ни до чего не договорились. По этому поводу отвечу, я не перебиваю, по этому поводу, что я, как бы, радоваться смерти человека цинично, но мы люди, нам можно. Понятно. В принципе, это каждый решает сам. А по поводу Чуркин, просто Путин играет, Господь играет с Путиным в морской бой. Пока ранил, ранил. Там же семь дипломатов до этого помил. Вот, ну, по крайней мере, на этом дипломатическом фронте что-то изменилось, и будем надеяться, вообще в России там происходят какие-то вещи. Вы думаете, что придет другой, там, Туркин или Дуркин, и будет все по-другому? Ну, все равно, всегда... Жмуркин, будет жмуркин. Жмуркин, да. Всегда вместо кого-то приходит кто-то, потому что это идет не по законам, которые придумываются в государстве, а по законам, которые диктуются самого, что ни на есть, вверху, да? Ну, ты даже не назначил человека. У Богова, а Кесарю Кесарева, да? Это о сегодняшнем визите к нам. Да я вот только слушаю тебя, да, и хочу сказать, вот мне интересно, простят ли жители Днепропетров... Днепра, да, в очередной раз ошибка. Простят ли жители нашего города, нашего президента, который сегодня к нам пожаловал, и я лично не испытала на себе, да, вот там перекрытие улиц, но писали и говорили люди о том, что центр стоял какое-то время, и светофоры были отключены. Ну, в общем, неудобства по-прежнему в движении, в передвижении он доставляет, но вот... А он на маршрутке должен как бы ездить или... Да, это было бы, конечно, очень здорово, если бы он, как Яценюк, начал эконом-классом хотя бы там передвигаться. Я вот о чем подумала, вот показуха-то, она никуда не девается, и, собственно говоря, чем мы от Совдепии отличаемся? Вот мы там очень хотим от нее отличаться. А что, в Брежнев ни в одну пиццу не заходил, я точно помню. Ну, не о пицце, я вот, я расскажу о своих впечатлениях, где-то за неделю до визита Порошенко, там не точно, возможно, появились борды с изображением президента, и там с какой-то цитатой о том, что наша сила там в чем-то, сила Украины в украинцах, ну, что-то такое. И я вот поймался на мысли, я проезжаю и вижу там третий или четвертый по счету борд, и, минуя его, думаю, вот какой неприятный Янукович на борде. А потом проезжаю, думаю, стоп, подожди, это же не Янукович, это же Порошенко. То есть вот абсолютная аналогия, я не знаю, может, это мое подсознание, оно говорит о том, что никаких, собственно говоря, таких больших изменений, в общем-то, не видно. Надо больше, чуть-чуть. Нам радикальные изменения. Да какие ж радикальные, зачем они эти борды вывешивают? В пиццу ветерана Янукович не заходил. Ну, на самом деле, как бы я не сказал, опять-таки, я не парохобот, у меня есть удостоверение не парохобота, а даже, в общем-то, порой наоборот. Но я все-таки, это уже в других масштабах, уже будь довольна, как бы, этим. Когда приезжал Янукович, я когда-то, меня просили стереть этот пост, я написал, что к нам ощущение, что приехали три серба в город, два серба, Янукович и Паралич. Я не могу сказать, что в городе был, как бы, Паралич. Нет, я даже не опаралич. Или чтобы кто-то приносил извинения, вот как Яни Камерила. Яни Камерила написала, да, было частичное перекрытие, значит, приносим мы извинения. Жень, а зачем вот борды? Борды это бизнес, это другая история. Порошенко появляется, и народу напоминают, что мы его тут любим. Борды это фуфло. Так это не фуфло, это прогиб. Нет, понятно, что куча осталась прогибов и так далее. Да не куча, а все остались. Между прочим, надо сказать, вот опять-таки, что Порошенко, президент уже прогнулся перед Днепром. Например, сегодня он сказал, вот, он сказал, там же были, вот мы посмотрим, они пицца-ветерана, можно, да? Конечно, покажите фотографию, как вся компания руководителей кушает пицца-ветерана. Вот, я, интересно, такая тайная вечеря, я обратил внимание, что не все едят. Вот, Порошенко ест. Да куда им есть пиццу уже, жизнь? Ест только Порошенко и полтора, к министр обороны. Прыгунов, вот справа от Порошенко, ему подкладывает, значит, президенту. Береза слева, Юрий Береза, он, похоже, наливает, но этого не видно, потому что Яника Мерила его закрывает. А это режиссер так расстанет. Значит, Яника не ест, фигуру бережет. Вот, Таня Рычкова тоже хочет быть фигурой, значит, тоже не ест, развернулась, но она развернулась в последнее время. Так, при Береговой ничего нет, тоже не знают. Обратите внимание, губернатор и мэр такие крайние сидят, по краям тоже не едят, но они, наверное, наелись. Да, Боря ел, Борис молчал, кто там ногой качал или что? Говорят, что Борис уже кушал вегетарианскую пиццу. Да, но при этом он сказал, вот вопрос опрогнулся, он сказал, что городу повезло с мэром. Мэру повезло с городом. Что же еще они могли сказать? А всем вместе повезло с губернатором резидента. А вообще всем вместе повезло с президентом. Да, нам всем повезло. О каком городе хочется говорить? О городе Днепре, ну не Павлограде же, не Петихатках и даже не Новом Орлеане. Понятно. Ну пусть вот наши зрители скажут, кому с кем повезло. Да, но дорогу же тоже обещал. Пообещал, пообещал денег. И метрострой передать Филатове, попросил городу. Опять-таки, что изменилось? Он приехал открывать неонатальный центр. Зачем? Зачем? Ну вот что? Это советская традиция. Ну вот это такая традиция. Это как разбивали бутылку. Я о чем и говорю. Ну может быть... Может какие-то новые традиции. Он уже уехал. Мне интересно, это почему? Потому что президент такой же, как и был, да? Вот он остался в тех же традициях. Или пресс-служба там и прочие службы. Да мы сами, Оленька, немножечко... Да нет, ну на самом деле, как бы среднее звено... Нет, я не хочу говорить президент, а бояре плохие там и президент. На самом же деле, это не выкорчевывается как бы разово. То есть это непоколебимо? Нет, оно поколебимо. С каждой передачей доживем до понедельника, это становится все меньше и меньше. Пока что у нас только 39-я передача. Мы еще не все поменяли в этой стране. Ну так еще лет 20, конечно, и все будет. Много, мне кажется, уделяем внимания президенту. Ну, короче говоря, я про дороги скажу. Дорог у нас частично не стало со сходом снега, да? Ну вот президент пообещал 3 миллиарда из бюджета страны на Днепропетровские дороги. Я не знаю, куда они пойдут, на дороги или на строительство объездного... На дороге не валяются 3 миллиарда, поэтому... Дорог-то местами нет, поэтому и не валяются. Есть у нас телефонный звонок, вот мне говорят. Да, Петр Алексеевич, слушаем. Пожалуйста, слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Вот хочется сказать за новые тарифы. Послезавтра вступают почти 2 гривны киловатт. Да. И не слышу ничего, чтобы вы что-то говорили. Так мы только начали. Пицца, это все хорошо. У них и так щеки на плечах висят. А за тарифы, вы знаете, что? Вот надо национализировать обл.энерго, чтобы Ахметки, Ахметова не было. И тарифы упадут в три раза. Спасибо. И поэтому я говорю, вот я расскажу, есть же президент страны, есть президент города. И тех и тех выбирают. Сегодня они есть, завтра их нет. Значит, весна же приближается, почки распускаются, веточки первые появляются. А от кого может исходить первые веточки? От мэра города. Первая веточка он наложил. То есть наложил, мы же помним, мы на прошлой программе говорили, вот эти ритуальные политические танцы вокруг блокады, вокруг решения на местном уровне глобальных вопросов, как партийные. Мы видели весь этот трэш, как протягивали, БПП протягивало и протянуло, и вместе с ОПО-блоком проголосовали против блокады. Там кто-то наложил? Кроп за блокаду, да. И вот Филатов, значит, в свойственной ему манере, во-первых, он наложил сначала вето, вот, а потом написал, какая бы ни была сложная ситуация в Горсовете, никогда не применял вето. То есть депутаты дрались, ругались, в 6 утра собирались, вето не было. И вот первый раз, то есть Бориса Альбертовича, можно поздравить с первым разом, вот на 45-м году наложил вето, значит, на вот это решение, витировал воззвание против блокады, которое внесли по инициативе фракции БПП. И пишет, стоп, стоп, никакой политики. Говорит, что если бы точно так же витировал бы депутатское воззвание за блокаду, которая в Невсу Кроп, если бы набрала голоса, он бы на него тоже наложил. Значит, и вот уведомляю декорпус, что будет витировать любые решения, принятые по заданию политпартии. Ну, правда, на чем он их будет витировать, он не уточнил, у него же своя специфика на чем-то витировать. Говорит, городом занимайтесь. А что, неправильно, что ли? А не грозите пальцем там и не колебайте, или одобрям с ним выражайте президенту там, Верховной Раде, и не колебайтесь вместе с линией партии. Партии разошелся. Борис Альбертович говорит, мне все равно, что подумают ваши партийные лидеры, полусумасшедшие депутаты, а-ля Купри, гуманист уже полусумасшедший, раньше был сумасшедший, и даже Андрей Иванович Садовый, сотоварищи, спускающие в козивки своей фракции. То есть, не дать превратить местные советы в поле для разбора политической партии. Ну, потому что этим городом, короче, занимаетесь. Городом. Я бы вот сейчас поддержала нашего зрителя, лучше бы он вето на тарифы накладывать. Ну, а он же может наложить там, где он может наложить. А что, тарифы это же... Вето. А того, кто приезжал... А кто убирает будет? Совета, да. А это совета, да, это когда... Ну, если заговорили о лидерах, я понимаю, что тут есть место еще одному президенту. На самом деле, вот 23 февраля был такой контроверсийный, так сказать, ну, будем сказать, ну, да. День советской нарнии. Да, ну, да. Вот, короче говоря, ну, многие отмечали, потому что все же помнят, как девочки дарили там одеколоны, а мальчики на 8 марта отвечали. Носки. Там еще это, в общем-то, ну, как бы были такие воспоминания, связанные, ну, с тем, что... Пухали, короче. А вы одеколоны помните? Дезодорант, конечно. Да, 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 ну, там, я не знаю, какие, а какие были, не колонны, какие-то. Не помните уже, да? Красная, ночью, помязанная, помянута Москва, там, да, шипр вот был. Да, вот, шипр, точно. Шипровались, короче. Короче говоря, ну, у нас этот праздник как-то уходит в никуда, да, постепенно. Людей, которые присягали, значит, на верность советской армии, их все меньше и меньше, либо они это забывают. А в России, наоборот, вот как бы он поднялся в высоту этот праздник, там, в Кубинке, это под Москвой, значит, соорудили даже, ну, такой макет, ну, планируют соорудить макет Рейхстага, чтобы юнормейцы, как сказал министр Шойгу, чтобы они не просто что-то там штурмовали, а вот, значит, Рейхстаг. То есть немцы обиделись непонятно чего. Вот, ну, значит, апофеозом этого был вот концерт в Кремлевском дворце, и там, значит, было вот выступление такого детского коллектива. Я попрошу, Оленька, можно, да, там, включить? Вот просто, чтобы посмотреть. Стишок? Оленька, это кто-то в Кремле? Оленька, это режиссер. Оля, это да, режиссер. Путь хоть дедом преклонных годов, реально, по жизни, по сути, немецкий бы выучил только за то, что им разговаривал Путин. Прокомментировать как бы нечего, поэтому все, что мы... Да, коммент, но я подумал, что, может быть, это в какой-то степени популяризирует изучение немецкого языка. Я решил пропускать, ну, вот, в принципе, у нас же тут... Ты сейчас на немецком прочтуешь? Нет, я сейчас прочту, нет, вообще, вот, например, да будь я хоть самым обычным ментом, без Порша и денег в офшорах, английский бы выучил только за то, что им разговаривал Порох. Ну, почему нет? Значит, если можно, то скажешь о нас тоже. Вот, Гарик, просто тут пишут телезрители, Гарик о дерьме говорил, это же литературная основа, и пишут телезрители о дерьме, прошу прощения. Татьяна Кулицкая нам написала. Фу, ты, господи, думал, в нашей программе. Не, 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 не в нашей программе, а на дорогах на улицах. Суть в том, что, ну, я не буду, это слишком много она написала, суть в том, что все давно растаяло, ходить людям стало проблематично. В этом году собачьего, как она пишет, дерьма, я бы начинал, ну, можно же говорить, да, это слово. Ну, нельзя, нельзя, читай назад. Да, дерьма собачьего, как никогда, почему-то много. Особенно загажены детские площадки, там, стадионы, набережные, традиционные места выгула. Потом оно высохнет, этой пылью вместе с бактериями, яйцами, глицами, будем дышать все лето. Спасибо, собачники. Значит, помогут решить только огромные штрафы за неприберенным дерьмом собаки. Больше ничего. Ждем законов от нашей местной или общей украинской власти. У меня собаки нету. Да, у меня нет собаки. У меня есть собака. Отвечает депутат Гельфер, у которого есть собака. Я, на самом деле, чувствую, я стараюсь там этого не допускать, но, в принципе, ну... Не допускать, чтобы она в туалетах? Нет, ну, не допускать, чтобы он делал это там в неположенных местах. А в положенных как? У нас нет положенных. На самом деле, я считаю, что вопрос совершенно как бы правильный. Во-первых, я своему Тиму сегодня тоже этот пост почитаю, чтобы он не знал. Да, он японский, он поймет. Вот, значит, ну, в принципе, я абсолютно согласен, хоть и собачник, я абсолютно согласен, что это совершенно справедливо. Я думаю, что на местном уровне можно принять какие-то... А вы бы вот разработали карту мест каких-то положенных для выжима собака? Нет, ну, на самом деле, в цивилизованных странах там, в общем-то, находятся даже такие специальные кулечки. Мы еще подождем лет 20, пока мы на цивилизованных стран доживем. Нет, я думаю, что для кого-то тема, может, интересно, выиграть тендер, направить этих кулечков. Значит, на этом ерьме еще много чего можно сделать. В любом случае, Танечке, спасибо большое за пост. Есть же даже такая примета, там, где оно, которое мы часто употребляем сегодня, это к деньгам. Выиграть. Так что, я думаю, тендер, президентскую тему продолжит. Да, я вот раз у нас такая жара о президентах, сегодня началась тема и продолжается. Я тоже расскажу о президенте, нашим бывшем Викторе Януковиче, раз у меня так вот был на слуху. Не к ночи, да. Он объявил о своем разводе со своей женой Людмилой после 45 лет брака, написали многие СМИ. Мне вот интересно, сколько из этих 45 лет? Если браку 45, значит, что? Пора его кончать, называется, да. Вот, он заявил о том, что живет он в неофициальном браке уже достаточно давно, с сестрой своей бывшей кухарки, и ничего с этим поделать не может. И она управляет государственным государством. Да, вот она не управляет же государственным, не нарушилась традиция. Сестра кухарки может управлять государственным государством. Полежай, полежай, полежай. Положи, наложи, повали, за что-то года. И еще рассказал о том, что финансово его поддерживает старший сын. Ну и там в очередной раз вся эта дичь о том, что он там ничего не просил, никого не звал в Украину, не хотел убегать, все вот так вот. Это все жена говорит, да? Нет, повод был вот сказать о том, что он разводится. Поэтому, батя, я стараюсь, оно вот не работает. Путин разводился, вот Янукович и такая вот. Петру Алексеевичу пожелаем долгих и счастливых жизней семейной. Значит, все равно нравится кому-то, а мне не нравится, семья это святое. Как бы все равно, как бы. Кальяновой все равно, мне чуть больше все равно, чем Кальяновой, но пожелать-то надо. Я тоже, мы продолжим тему президентов и жен. Вот Людмиле Януковичу не повезло, вот Мехребан, это имя Мехребан. Откуда ты знаешь, что ей не повезло? Или повезло. Я думаю, что она... И один раз повезло, а теперь второй раз повезло. А вот мы говорим, гендерная продвинутость, это запад, оказалось не запад, а восток гендерно продвинутый, а Азербайджан. Алиев, да, династия Алиевых мы знаем в Азербайджане был, Гейдар Алиев, потом Ильхам Алиев, сейчас президент, который очень не хотел быть президентом, но его типа и так далее. Он назначил свою жену, прекрасную Мехребан, это имя, первым вице-президентом страны. Там же недавно были референдумы в Азербайджане, граждане дружно проголосовали за то, что президентский срок теперь не 5 лет, а 7 лет. И проголосовали за изменение в Конституцию еще о продлении, помимо продления полномочий, введение института вице-президентов. Странно, что они не проголосовали, что должен быть вице-президент тоже Алиев, но так оно и получилось по странной случайности. И вот можно посмотреть фото, достаточно, на мой взгляд, крадвинутая, технологичная, с технологичной красотой. Вот это, может, там пару фотографий первых, можно? Вот это Мехребан Алиева. Она при этом, кстати, 64-го года рождения. Очень красиво. Но сейчас индустрия работает. Алиева городка. Причем при этом? Там же дружить с Азербайджаном. Они, кстати, у нас, если раньше я был склонен больше к Армении, то сейчас в этом фарватере мне больше Азербайджан приличает. Грузии. Да, Алиева, Мехребан. Ариф Кызы, не Аглы, а Кызы. Аглы – это сын, а Кызы – это дочь. Она родилась в 64-м году в семье Телегетов. Слава Богу, она Кызы. Отец знаменитый писатель был, вот этот клан Пашаевых, мать, офтальмолог. Золотая медаль, между прочим, мединститут в Баку. Мы про нашу так не знаем. То есть ты ее двигаешь на должность, я не понимал. В Москве, я потом мединститут работал, там что-то по глазам. В Москве ключевое слово. Ее муж насторожился, у нее тема диссертации, между прочим, знаете, какая у Мехребан была? Эвтаназия и проблема гуманизма. Ну, она там президент фонда культуры Азербайджана, федерация гимнастики, фонд свекра своего Гейдара Лива и так далее, национального лидера. А вот теперь еще и вице-президент. Так это хорошо или плохо? То есть, грубо говоря, да, они, кстати, женаты 34. Это пока... Скажи свое мнение, свое мнение. Я хочу счастливую с ними. На самом деле, я могу... Нет, я хочу сначала фотографию. Еще фотографию. Жена, вот они женаты 34 года, вот ей 19 вот здесь вот, до тюнинга. Янукович тоже 45. Ему 22. То есть, если по законодательству теперь, если Алиев не может, то она поможет, поднимет, там, подхватит. Чем более на 64-го года. Злые языки называют это мехриархат. Вот у них там популярно это слово. На самом деле, я... Вот мы еще тогда, там, с азербайджанскими, там, КВНщики с кем-то говорили. Она более, скажем, многие считают, продвинутая, нежели Ильха Амалиев, который не хотел быть, как бы, президентом. То есть, она реально не только показная, там, благотворительность, но она реально... Ну, она, там, дочь интеллигентных людей с хорошим образованием, с хорошим, там, тюнингом. Папа писатель, мама автомолог. И многие втайне, как бы, хотят, чтобы... Что теперь, якобы, реальная, вот что, властная, такая властная, умная женщина с Ильхамом Алиевым, который не хотел быть президентом. Ты Евгений гендерно продвинутый. Да, то есть, поэтому, я думаю, что у нас следующая женщина тоже будет, наверное, президент или средний президент. Это не женщина, но без косы, без этого, молодая, какой-нибудь чё, Яника. Я даже... Или Кальяника. Я даже... Или Яника, или Кальяника. Какой же... Хочется вернуться сюда, домой, да, потому что... Хватит уже о президентах. Тем более, о женах, чужих каких-то, много-много. Кальяника Мерилов. Всё, я тебя так буду не забывать. А вот, я хотел поговорить о том, что у нас есть проблемы в городе. А нет, у нас проблемы. Не, у нас в программе есть проблемы, конечно. Ну, мы с ними как-то боремся, как можем. Я не знаю. Мы умалчиваем. Как можем, так и умалчиваем. Да, ну, люди видят, люди всё видят. Я хотел сказать о проблемах, потому что вывешена вот электронная петиция, значит, областные наши театры и вообще областные заведения культуры, это и филармония, и ансамбль Славутич, они, значит, провели пресс-конференцию и такую... В интернете разместили электронную петицию по поводу того, что резко сократились зарплаты у актёров, ну, потому что раньше были определённые надбавки, но в связи с тем, что минимальная заработная плата выросла, то фактически, вот, ведущие актёры, их там, зарплата уменьшилась там на 30-40%. Мы знаем этих людей, вот, и, короче говоря, много сейчас шума в прессе по поводу того, что нужно нам театры платить, не нужно. Значит, я, честно говоря, я помню времена, когда в прессе были дискуссии между театральными критиками по поводу того, какой спектакль, вот, хороший, там, правильно ли Чехова интерпретировали, неправильно. А сейчас журналисты, в общем-то, они только считают, вот, сколько артистам заплатили, или правильно, или неправильно. Мне кажется, что, на самом деле, ну, ситуация, ну, в городских театрах немножко полегче, но тоже достаточно сложно. С культурой, и театры, это яркая такая вот, как бы, сфера культуры. Беда, беда. Наша область, она донор, на самом деле, в бюджет Украины даёт, ну, чуть ли не больше всех. И не в состоянии содержать нормальную культуру, нормальные театры. И наши ведущие артисты уезжают во Львов, в Донецк. Ну, в Донецк, нет, не уезжают. Да, 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 конечно. Но это не то, как областной власти, это вопрос, ну, к жителям, горожанам, чтобы мы понимали. Вот я еду, и на каждой стене сейчас написано, там, фенбошки или, там, значит, телеграмм. Ну, то есть, по сути дела, реклама наркотиков, да, она по всему городу, вопросов нет. А театры... Но это же реклама неофициальная, пока еще. Не важно, она говорит о том, что, как бы, мозги и ребят молодых, которые подрастают, они уже заполняются совсем другими вещами. И мне кажется, что, ну, надо бить тревогу, спорить о том, хороший театр или плохой, это уже вопрос второй. Но то, что это поле нельзя отдавать и что культуру надо защищать в принципе, не надо переживать, болеть. Ну, как раньше, да, там, первое лицо приходило в театр и смотрело премьеру. Сейчас это вообще даже... Ну, смотри, в пиццу ветераны уже ходят, первые лица, вот даст бог и в театр будут ходить. Не сразу все, как и время говорит. Я, может, смело анонсирую, но у нас, возможно, предполагается, что раз в месяц у нас будут все-таки часовые программы, руководство канала сказано, что, возможно, где будет более подробная тема, и эту тему можно будет обсудить. Конечно. В том числе и вот эти рыночные мачо-подходы. Вот это прибыль не приносят за кроватью. Вот это за... Ну, то есть сейчас же все специалисты. Давайте вот адресно будем бить, как ты сказал, бить тревогу. Нет, да, я хочу сказать, что все, у кого есть возможность, зайдите... Это область, в смысле, пятидесят? К областной власти. Нет, да, это областной. Кто в состоянии решить это? Я прошу прощения, я просто хочу, чтобы все, у кого есть возможность, зашли в интернет и подписали эту пятидесят. Там было там 2800 человек, а если их будет там 28 тысяч, то я думаю, на это среднее. Да, я тоже... Ну, давай еще раз, как эта петиция называется, чтобы люди могли найти... Ну, называется обращение там областных театров к власти. На сайте, господи, на сайте обл. администрации, там раздел петиции. Можно ко мне в фейсбук найти, я, да. Нас пытались развести городские с областными, чтобы мы не поддержали. Мы их поддержали. Чтобы не объединились. Ну, да, да, типа там, как бы, что у нас, у городских театров несколько лучше, поэтому нет, тем не менее, это общее. Наше, как бы, цеховое, это важно не только внутри цехового. У нас несколько менее хуже. Ну, у нас немного времени, я хочу порадовать, я не знаю, Евгений вот говорил в прошлый раз о двух М, мост и метро. Вот одна проблема с названием мост, она начала уже решаться. С сегодняшнего дня на новом мосту перекрыли часть движения, все не так критично, как мы ожидали. Там движение есть, оно достаточно безболезненное, ну, перекрыта часть дороги, будут как-то ее сужать, будут регулировать. Троллейбус убрали, ремонт начался, жители, конечно, жалуются, но это необходимость, которую нужно потерпеть, перетерпеть. Слава богу, он, вот, как бы, приведет к позитивным изменениям. Жить надо, не надо прыгать с моста, жизнь продолжается, жить надо, и надо, даже если кто-то не хочет жить, ему это так легко не удастся. Я просто, опять-таки, когда, вот, но это не у нас, а в Николаеве, но я думаю, что у нас тоже не удастся. А в Николаеве к спасателям, я просто, вот, интересный случай, мне кажется, тоже знак судьбы, я хоть человек неверующий, но вот к спасателям тетя обратилась, значит, что ее сосед поссорился с женой, значит, и пошел топиться в акватории Букского лимана, это микрорайон Намыв. МЧСники, значит, смогли связаться по телефону, человек взял телефон, чтобы топиться, но он точно не мог, он в шоке находился, внятного ничего сказать. Они прочесали всю, значит, акваторию, и через 40 минут нашли в двух километрах от берега. Человек замерз, его обогрели, провели беседу, оказалось, что он прошел два километра утопиться, но не нашел прорубь. Он так два километра прошел, так и не тридел проруби, не реализовал свои планы, и теперь ему придется жить. Вот такая вот зрада. Ему надо было читать диссертацию жены Алиева. Как минимум до весны придется жить, чего как бы нам, или это у нас еще не конец. А вот нечего спорить с женой в таком случае, вот этому товарищу. Нет, и еще, я тогда немножко позитива. А это что, не позитив? Я ей добавить еще больше. В Украине уменьшилось количество производства водки. Вот позитив кому как? Ничего не скажешь по предыдущему товарищу. По крайней мере, по сравнению с декабрем 2016 года, на 19,3 уменьшилось процента, а коньяка на 65,1 процента. Так что, в принципе, может быть, потрезвянее какие-то вопросы мы решим. И вообще, если говорить о процентах, ну, в смысле, не про доллары, а про проценты, которые, значит, такие дают положительные импулсы, промышленность в январе 2017 года выросла на 5,6 процента за счет сельского хозяйства. Ох, все растет. А Павел Розенко обещал, что и зарплата еще вырастет. И вы обещаетесь. И тогда мы опять начнем покупать водку, и цикл замкнется. И тогда в театр начнут люди ходить. Да, конечно. На 5 тысяч гривен уже выйдет минимальная заработная плата. Они, правда, еще не решают, с какого момента. Но этот же момент, наверное, наступит. Ну что, дорогие, наступит. Почему тогда будет гривен? Весна наступит. На сегодня все, я вынуждена вам сказать, что время уже закончилось. Очень много еще хотели обсудить. Но... Да, вот, например, такая тема как. Включайте все, уже все. Включайте телевизоры в следующий понедельник. Доживем до понедельника. Спасибо за внимание. Оставайтесь на 9. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok